Опустило небо без тебя Почему она его спасла, почему она ему такое теплое испытывало внимание, почему? Не красавец, любитель выпить лишнего, но каждая его женщина мечтала об одном Дойти с Ефремовым до ЗАГСа, чтобы поставить заветный штамп в паспорте Он обладал таким невероятно мужским обаянием Великий эгоист, волк-одиночка, безумный фанатик театра Ефремов бросал женщину едва понимал, что исчерпал свое вдохновение Женское внимание и женская прелесть, она ведь тоже утомляет мужчин А они продолжали хранить ему верность, порою, всю свою жизнь Об этом говорить не стоит, любовь не для меня Но кого из своих многочисленных поклонниц Олег Ефремов любил по-настоящему И какую женщину великий режиссер не хотел делить с другими мужчинами А ведь дальше случилось вот что Слушай, напиши мне роль, а то ведь всех сослов ведь уж живет Это кадры репетиции в легендарном МХАТе Олегу Ефремову слегка за 60 Он окружен самыми знаменитыми и самыми красивыми актрисами тех лет И почти каждая из них побывала в его постели С Настей мы же знаем, Вертинской, долгие были отношения С Эрой Мершниченко, долгие были отношения Это две женщины, с которыми у него почти дошло до ЗАГС И потом там вы имитируете, что вы, значит, в жизни, в этих самых А тут начинаются все эти танцы Но чем притягивал женщин знаменитый режиссер? Дочь Олега Ефремова Анастасия уверяет Это в кадре ее папа казался мягким, стеснительным, даже неуверенным в себе Такой день вывелся А я не брит Бесконечно можно смотреть Вот тут баяц Но за кадром он был абсолютно другим человеком Жестким, волевым, властным Он по типу своему, наверное, такой волк-одиночка Он никого не мог выдерживать долго рядом Но его одиночество нарушали бесконечные романы Два только официальных брака Два гражданских и параллельные увлечения Ефремов сам говорил У меня нет любовниц Все мои женщины для меня жены Между ними шла настоящая борьба И каждая была уверена Именно она сможет приручить Ефремова А вы хоростой или одинокий? Уже не был красавцем Как он говорил, у меня лошадиное лицо Красавцем не был Но у него столько было обаяния и расположения Что женщины влюблялись в него немедленно Но он к этому относился как к данности И это одна из главных его загадок Долговязый, нескладный Да еще и с полным отсутствием вкуса и стиля Несколько лет Олег Ефремов ходил в одном и том же засаленном пиджаке Здесь гардеробная, в которой то самое легендарное кашемировое пальто Я его ношу Ну, знаете, у папы не было такого количества одежды, как у меня Но было у него пальто, вот он в нем и ходил Дочь Настя спустя 20 лет после смерти папы Донашивает его вещи Знаменитый ефремовский плащ, ботинки на зиму, летние макосины У отца и дочери одинаковый сороковой размер И это весь его гардероб Папа не был привязан к вещам совсем Также Олег Ефремов не был привязан и к женщинам Для творчества артисту нужна была муза И музы в его жизни сменяли друг друга с завидной периодичностью Я люблю тебя Ну, я люблю тебя, люблю А себя я люблю Поклонницы сначала вдохновляли Ефремова А потом мешали работать Ведь главным для него всегда оставался театр Одна из жен обронила в интервью Олегу женщины, как и алкоголь, нужны были, чтобы поддерживать себя в творческом накале Он не хотел, чтобы была кто-то одна Он хотел, чтобы он мог пойти к другой Потому что он все время привык, что он влюблялся Ему нужна была свобода, на самом деле, свобода Он только одну несвободу испытывал, любовь к театру Только перед самой смертью Олег Ефремов признался Он всю жизнь любил одну женщину И даже назвал ее имя Какая героиня его многочисленных романов все-таки смогла стать главной И о какой потерянной любви жалел Олег Ефремов Он сказал, я не так любил, а то, что уж она его любила всю жизнь Это тоже могу сказать Тогда почему они не были вместе? Ну вот такая жизнь Такая жизнь Не кино Здравствуй Звел? Сейчас бы про нее говорили секси Тогда, в начале 50-х, такого слова не было в обиходе советского гражданина Но от поклонников у юной Лилечки Толмачевой, студентки 3-го курса школы-студии МХАТ, отбоя не было Вся Москва расхватывала в киосках «Союз печати» журнал «Огонек» И на обложке «Огонька» была фотография Лили Толмачевой в роли Нины из «Маскарада» Я навсегда провожаю старый год и низко кланяю снова Ее любила вся страна, а она таяла от пронзительного взгляда долговязого Олега Ефремова Был для меня невероятно притягательной силой Он отражал время, он отражал душу человека Олег не мог упустить такую женщину Через год Лиля стала его женой Потом некоторые коллеги будут уверять, что именно о ней он сожалел всю жизнь Лиля очень такой взрывной характер у нее Они по характеру разные очень Олег и Лиля жили в одной комнате с его родителями, отгородив кровать шкафом И стены частенько сотрясались от громких скандалов «Ты меня любишь?» – спрашивала Лиля «Ну, я хочу быть с тобой» Олег терялся от таких вопросов «Нет, ты любишь меня, как Ромео любил Джульетту» – настаивала супруга На что раздраженный Ефремов попросту называл ее дурой «Хуриган! Хуриган, гадина!» Им было едва по 20, но Ефремов уже начал прикладываться к бутылке Причем его загулы продолжались все чаще и очень пугали молодую жену Олег был по-настоящему болен алкоголизмом И я не могла видеть, как из тонкого, застенчивого и интеллигентнейшего человека Мой муж превращается в нечто совершенно ужасное Ефремов у него были разные стадии Если он пил, то, конечно, это уже была около него определенная команда людей Которые вместе с ним это продолжали А были периоды, когда он совсем не пил Пить Ефремов начал еще подростком Его отец служил бухгалтером лагеря «ГУЛАГа» в Воркуте И у Олега сложился соответствующий круг общения – местные урки Со своими новыми друзьями Ефремов пристрастился к курению И впервые попробовал пить разбавленный спирт Когда родители узнали о новых увлечениях сына Они приняли решение срочно переехать в Москву Но было поздно Олег уже прочувствовал то состояние, в которое приводит его алкоголь Дурман, позволяющий отвлечься от реальности И погружаться в творчество Это не дом Это какое-то бандитское заведение Алкоголь был единственно понятной и доступной ему способностью Снимать то сильнейшее напряжение, в котором он находился По всей видимости, он таких способов других просто не знал Понимаешь, сын, я же выпиваю Зависимость начинается не тогда, когда человеку это нравится А зависимость начинается тогда, когда человек не в состоянии остановить это У Ефремова был даже составлен график запорев Из которых артист выходил очень тяжело В такие дни Олег не появлялся в театре Настолько плохим было его физическое состояние Самое страшное, конечно, когда после этого он выходил из этого Это надо было видеть, потому что я это часто наблюдал К сожалению, это тяжело, это действительно болезнь Больше всего от запоев Ефремова страдали его близки Первая жена Лилия Толмачева выдержала всего лишь полгода совместной жизни Несмотря на сильные чувства, она приняла решение уйти от мужа Когда я решила уйти от него, он сказал Учти, я всем буду говорить, что это я тебя бросил Через несколько лет, когда Лилия будет уже замужем за другим А Олег вновь женат, он ей заявит Зря ты ушла Это самая большая твоя ошибка Должна была терпеть Мы с тобой тогда до сих пор были бы вместе Правду ли, сказала ли, просто проигрывал в своей главе ситуацию У Ефремова уже кипели страсти с другой женщиной И не с одной У нас с ней чувство, понял? О, боги! Спасите раму, спасите моего бесценного супруга Возьмите мою жизнь! Рита Куприянова воспитывалась в строгости Была против близости до брака Но перед обаянием Ефремова пал и этот бастион Они стали жить вместе прямо в театральной гримёрке Они жили в театре, понимаете? 12, мы уже на последнюю электричку поиск пишили Свет горел, они были там Но они, можно сказать, даже не расставались Однажды на семейном обеде Ефремов сообщил родным Это моя супруга В ответ его бабушка хитро прищурилась Жена, ну-ну, а сколько ещё престижных? Все хохотали А Рита впервые поняла Она у Олега далеко не единственная Рита очень замкнулась, понимаете? Очень Потому что она, ну, все говорят, что она переживала очень И никогда мы на эту тему с ней не разговаривали Это было табу Рита потом, конечно, смогла простить Ефремова Они расстались с друзьями Но она всю жизнь была верна своему единственному мужчине Куприянова так и не вышла замуж А вот кому хотя бы в душе оставался верен Ефремов? О магии Олега Ефремова в кадре говорят до сих пор Даже спустя 20 лет после его смерти Его пронзительный взгляд и знаменитую ефремовскую улыбку Так никто и не смог повторить Он был неотразимым мужчиной Он обладал таким невероятным мужским обаянием Даже, так сказать, сухие бюрократические мужские рожи расплывались в некую улыбку Когда мама Ефремова Анна Дмитриевна упрекнула сына в его чрезмерной любвеобильности Он заявил в ответ Помнишь, в детстве у меня над кроватью висела картина с обнаженной женщиной? Вот все из-за этого Олег относился к женщинам как к произведениям искусства И был поистине хорошим коллекционером Я представил вас, Мадонна, и вы проситесь на полотно Министр культуры СССР Екатерина Фурцева Часто благоволила к талантливым режиссерам и актерам Помогала в карьере Но перед Ефремовым железная леди советской цензуры буквально таяла Об этих отношениях не сплетничали, опасно Но мысли всякие у коллег рождались У нее были всякие заходы такие на высоком уровне И она его оставила Почему? Шарше ля фам Ищите женщину Почему она была нерододушная? Почему она его спасла? Почему она ему такое теплое испытывала внимание? Почему? Фурцева часто бывала в современнике и не всегда с официальной проверкой Они с Ефремовым закрывались у него в кабинете и пили коньяк В личной жизни Екатерина Фурцева была несчастна Муж на нее не обращал внимания А Ефремов мог смотреть так Что каждая думала, она для него единственная Видимо, она была не в его вкусе все-таки Потом министр, там такое Она очень серьезная была Она хотела, конечно, видимо, очень хорошо его взять Чтобы с ним быть и жить ему Значит, ты что-то почувствовал к этому человеку Однажды Екатерина Фурцева даже позволила себе открыто пококетничать Приподняла юбочку и прямо спросила Ефремова А ножки-то у меня красивые Любилась в талант Она же очень любила Ну, в первую очередь, и мужчин как бы, да Там, оберегать и как-то помогать молодым красивым, как Алекс Триженов Ну, почему бы нет? Вот такое вот И за это ей огромное спасибо Потому что кому-то она перекрывала кислород А кому-то, как вот Ефремова, наоборот, стала доброй феей Она не раз спасала его от запуев и прикрывала от гнева властей Но Ефремов никогда никого не использовал в карьерных церах Фурцева получила тактичный отказ И в театр к Олегу приезжать перестала А осенью 1974 года случилась трагедия Екатерина Фурцева покончила с собой С Ириной Музурук Олег встретился в модном тогда кафе Она из тех, про которых говорят, московская богема И ему явно льстило ее внимание Они даже устроили себе пышную свадьбу Хотя Ефремов был еще женат на Толмачевой Анастасия, дочь Олега, именно от его связи с Ириной Ее мать была талантливым сценаристом Но лучше всего ей удавалось выдумывать сюжетные повороты своей собственной жизни Ирина нафантазировала себе семейную жизнь с Ефремовым А когда поняла, что все идет не по сценарию Принялась картинно страдать Он в то время строил современник Это было гораздо важнее И она ему писала письма И она засовывала их во все карманы На 15 листах Потому что ей очень хотелось общаться Ей хотелось выяснять отношения Ей хотелось, не говоря уж о том, что ей хотелось любви Конечно, очень Я думаю, что на письма мне не отвечала И вся любовь, которую он мог ей дать Это я Ради Насти Ефремов создавал видимость семьи целых три года Но потом все-таки не выдержал Тем более, что жена ему изменяла Об этом Олег тоже узнал из писем Которые Мазурук случайно забыла на столе Когда Ефремов ушел Ирина перерезала вены на руках и шеи Шрамы были очень видны И она всю жизнь ходила Много-много браслетов У меня до сих пор то там, то тут попадаются Вот эти длиннющие перчатки А на шее всегда платочки Уйдя из семьи, Олег больше никогда не видел Ирину Но за период этого неудачного брака Он встретил женщину, которую сейчас называют главной в его жизни Но так ли это было на самом деле? Ведь параллельно Ефремов успел жениться И у него родился сын Горю желанием На целину Ниночка Ниночка, моя любимая У них начался роман с первого же фильма В котором они вместе снимались Ой, так я пойду тогда Так куда ты пойдешь? Ведь я же не к Степану Демьяновичу Я к вам приехал Роман вспыхнул на съемках картины «Первый эшелон» Олегу было 25, Нине 18 А у него всегда же не было драки Это деревенские избили на почве ревности Вальку избили? Нет, Генку Это первая любовь И даже самая сильная в жизни Первая любовь И служение А мужчина занят Она для него была, наверное, вот этим плечом Когда мужчина, сильный мужчина А ему нужно поплакаться, уткнуться Пожаловаться, тебя пожалеют У нее лучшие ноги Москвы, шутил Ефремов А Нина специально для него всегда носила каблуки Она покоряла его не только внешностью задорной девчонки Но и талантом В театре шутили Дорошина может сыграть даже телефонную книгу И туфельки кожи Вот начинается единство формы и содержания Они практически не говорили о своих отношениях Лишь однажды в интервью Нина Дорошина обронила Я любила его до самой его смерти Она за всю жизнь не задала ему ни одного лишнего вопроса Почему не жениться-то на мне, Олег? Вот у тебя Настя, вот у тебя Миша Ну вот, когда же я-то наконец? Потому что история-то длилась всю жизнь Всю жизнь Кстати, когда новорожденную дочь Настю Привезли к Ефремову из роддома Нина в тот момент была у него в квартире Олег попросил ее спрятаться в другой комнате Она была нечаянным свидетелем Его счастья с другой женщиной И простила Как прощала потом всегда И говорит, вот когда я общаюсь с ними Дорошиной Такое впечатление, что у меня какие-то теплые, мягкие тапочки Это мечта вот о тихой семейной жизни Которую он сам по себе не был приспособлен Но почему, несмотря на сильные чувства Ефремов постоянно заводил параллельные романы А главное, почему женился вовсе не на Нине А на другой актрисе, Алле Покровской Вы мне звонили? Не отпирайтесь Алла Покровская была замужем Но Ефремов задался целью добиться ее во что бы то ни стало В ход шло все Стихи, цветы, долгие прогулки по старой Москве Олег буквально поставил Аллу перед фактом Будем жить вместе А скоро она узнала, что беременна Ему очень помогала Покровская С которой он среди ночи мог заговорить О том, правильно ли он того или другого артиста назначил на руку А она потом напоминала ему об этом с утра Это был по-настоящему и человеческий И, безусловно, любовный и творческий союз Алла Покровская сразу поняла С Ефремовым можно создать некое подобие семьи, если жить по его правилам Она, в отличие от предыдущих жен, закрывала глаза на его романтические загулы и страшные запори У него борщ и жена его, и быт были в театре Ну, представьте себе работу режиссера Это нужно с утра в 11 будет уже на репетиции полной готовности Потом уже вечером спектакль Потом, кроме этого, съемки Кроме этого, еще что-то Интервью, работы, театр Когда было мечтать об этом быть? Кто ему дал бы этот быт? Покровская была уже на последнем месяце беременности Когда Ефремову пришла новость Нина Дорошина собралась замуж Актриса боролась с депрессией Узнав, что Ефремов повел в ЗАГС не ее Сложно понять мужчину, который шепчет слова любви А потом женится на другой Дорошина даже собралась было топиться Но ее спас из воды Олег Даль И сразу сделал предложение Ведь он давно был влюблен в Нину Дорошина согласилась Она решила, что тоже имеет право на личное счастье Когда свадьба, Кирюша? Значит так На будущей неделе милости просим На этой свадьбе гулял весь современник Счастливый жених, утонченный красавец Олег Даль И задумчивая невеста Нина Дорошина Гости заметили Актриса словно в полусне Механически улыбается Встает, как по команде на крике горько Целует Олега без особой страсти Но едва в комнате появился Ефремов Как глаза Нины вспыхнули огнем Пришел, как говорится, да? С отмашкой такой А вот он и я Вот И, значит, сел за столе Естественно, там все как бы рады его видеть и все И он в какой-то момент сажает невесту себе на колени И, ну, представляете, жених, да, невеста, он на колени сажает и говорит А все-таки любит-то она меня И Олег Даль совершенно вот, что называется, посерел и исчез Дли дня его не могли найти Он вернулся домой пьяный и сразу подал на развод Его брак с Ниной Дорошиной не продержался и недели А что же Олег Ефремов? После того, как артист сорвал свадьбу своего друга Он вернулся к беременной жене Али Покровской А Нина снова осталась одна У меня же семья! Сын, жена, дом! Вот же ключ! И она снова простила Как прощали Ефремова все его женщины Нина Дорошина всю жизнь его любила У них был роман, да Но она его всю жизнь любила Всю жизнь И я никогда не забуду, когда был юбилей ее на сцене Они играли отрывок из пятой колонны И она, она прям вся светилась Неужели у Ефремова отсутствовали элементарные понятия о морали? Почему этот мужчина позволял себе так жестоко играть с чужими чувствами? А Олег Николаевич был ведь очень цельным человеком и самодостаточным И вот его любовь к одиночеству, она свидетельствует о том, что он был очень цельным Что ему надо было быть самим собой Женщина же хотела бы оставаться для него главным мотивом в его жизни Чтобы он ее добивался, чтобы он стремился к слиянию с ней Однажды Алла Покровская попросила Олега погулять с их маленьким сыном Мишей Алла Покровская ему говорила Ну, Олег, погуляй с ребенком А кто ж тогда будет заниматься реорганизацией театра? Алла выдержала 8 лет такой жизни Потом они расстались, хотя официально развелись намного позже Покровская поняла Она уже не вдохновляет этого мужчину, поэтому тактично ушла в сторону Так же было пусто на земле В фильме «Тритополя на Прущихе» крупными планами Ефремова любовались все женщины страны Этот странный таксист, что его так увлекло? Понятно, что он молодой мужик, красивый, сам сакон, может, каждую свою пассажирку, в принципе Баба одни ноги А вот он на нее упал Вот что это случилось? Чем? Тут нужна была Доронина, конечно Это что же, на всю жизнь сердце на меня заимеешь? Доронина и Ефремов так неподдельно сыграли влюбленность, что сомнений не оставалось Актеров связывают не только партнерские отношения В театре им тоже приписывали роман, но так ли это было на самом деле? Это не совсем так И с этой позиции я, очевидно, не являюсь таким уж счастливым человеком В 1954-м именно Татьяна познакомила Олега с подругой Ниной Дорошиной После этой встречи между ними вспыхнула любовь с первого взгляда и на всю жизнь Хороший? Хороший Тогда не беда Ефремов менял жен и любовниц Он разошелся с Лирией Толмачевой Ириной Музурук Женился на Алле Покровской В этом браке родился сын Михаил Потом Олег вновь развелся А Нина всегда оставалась рядом Приезжала по первому зову, чтобы вывести из тяжелого запоя Я хожу рядом, живу рядом А что у человека, но душа вовремя не заметила Она вновь тихо исчезла Когда Ефремов закрутил очередной роман Так значит, это любовь с первого взгляда К Анастасию Вертинскую Ефремов влюбился бешен На гастролях залез по стене гостиницы к ней в номер И прочитал страстный монолог Он нагло ухаживал за ней, несмотря на то, что она была женой Никиты Михалкова Федор Антонович Да? Вы что, действительно не понимаете, что происходит? А что происходит? И все-таки Олег увел красавицу-актрису у режиссера Чем надолго испортил отношения с ним Он вообще, кого он любил, это была Настя Мы с ним вообще даже, может быть, костюм выбрали с ним Для их свадьбы Ну, они хотели расписаться Но там все касано каменью Анастасия не была согласна на вторые роли Ни в кино, ни в театре, ни в жизни Ефремова Я по натуре не жена гения Не могу нигде быть вторым человеком Только первой Вертинская была женщиной обеспеченной Она привыкла к красивой жизни Первым делом актриса взялась за образ Ефремова Пыталась сделать из него стильного мужчину Анастасия затеяла в его квартире ремонт Купила мебель Вертинская втайне надеялась, что Олег растает И после развода с Покровской женится на ней Мне она не нравилась Просто вот, ни как актриса, ни внешне Пап, ну ты столько видишь женщины в нашей стране И в той зарубежной прекрасной ситуации Ну почему? Чуть ей Вертинская далась Ну вот подумайте, любящий человек так скажет Он говорит, ну ты знаешь, она такая элегантная Это что? Слова любящего мужчины Ефремов в ЗАГС Свертинской не спешил Хотя их отношения длились почти 10 лет Правда, в своих воспоминаниях Анастасия заявляла Что это она не горела желанием связывать себя семейными ОЗами Когда он этого сам захотел, я его уже не любила При этом Олег Николаевич был очень пьющим человеком Это тяжкий крест, и я его взвалить на себя не могла Он так мало мог им дать, этим женщинам Господи, они довольствовались этим Ефремов по своей привычке крутил параллельный роман С Ириной Мирошниченко Она старательно добивалась его внимания И верила, что заветный штамп скоро появится в ее паспорте Даже ходила в салон выбирать свадебное платье Почти, она уже там выбирала тоже Но Ира же, знаете, она такая Вот, но нет Они ходили в театры вместе, они очень были дружны Я ему покажу Я им тут сейчас порядок наведу Я им тут сейчас все разметаю У Ирины был тяжелый характер И на каждую пьянку Ефремова Или задержку с работы Актриса реагировала бурно Била посуду, кричала Требовала главных ролей в театре Ефремов никак не реагировал На выходке Мирошниченко Ей казалось, что Олегу все равно От этой мысли она приходила в бешенство Поняв, что примой по своему желанию ей не стать Ирина ушла от Ефремова Я очень долго у него вообще ничего не получала Не играла ролей вообще никаким Ничего не делала Так что, понимаете, это Он увлекающийся человек был Он периодически увлекался актрисами Потом, при этом же, вдруг ему все не нравится Сейчас в интервью Ирина Мирошниченко слухи об отношениях с Ефремовым отрицает Как и следующая героиня его очередного романа Людмила Максакова Марк, двор-то ведь проходной Проходной? Смотри в оба Эта актриса тоже несколько лет пыталась довести Ефремова до ЗАГСа И ухаживала за Олегом практически до самой его смерти Помню, какой-то юбилей мы отмечали его здесь с Людмилой Васильевной Максаковой Вот она-то как раз все время старалась как-то красиво накрыть стол Вообще все вокруг старались сделать ему красиво, вкусно и приятно Но я думаю, что ему и вкуснее, и приятнее было быть одному Ефремов устал от бесконечных романов К тому же более серьезные драмы разыгрывались в театре Именно в эти годы происходил знаменитый раскол МХАТа, который инициировал Ефремов Знаете, женское внимание и женская прелесть, она ведь тоже утомляет мужчин Тем более, вот известие, у него театр, у него проблемы с репертуаром Он перешел в новое здание Он находился на нервном, как мне кажется, разрыве и срыве А женщины требуют же внимания посиделок, разговоров, жалоб К нервному состоянию Ефремова прибавилось еще и глубокое личное переживание Нина Дорошина вышла замуж Женщина, которую Ефремов привык считать своей Которая бежала по его первому зову, вдруг возвела между ними неприступную стяну В конце 80-х любимец женщин, гениальный Олег Ефремов остался один Не то, чтобы не было желающих пойти с ним под венец Просто сам артист устал от своих бесчисленных романов Он словно чувствовал, времени осталось немного И вот папа наконец остался один И он мне сказал, Наська, ты отдай мне ключи Ты меня понимаешь? Я его очень поняла Чтобы уже на склоне лета, что всегда жены, дети, родители А он одиночка Ну это нормально, человеку комфортно быть одному Ефремов жил в своей квартире на Тверской вместе с папой Николаю Ивановичу уже перевалило за 90 Но старик продолжал трогательно заботиться о сыне Ходил в столовую за обедами Кормил Олега Встречал его с работой Однажды звоню ему, они с Николаем Ивановичем Канун Нового года Что-то голос у него мне не понравился Я ему говорю, а вы что дома-то сидите-то? Идете куда? Да нету А елка-то хоть стоит? Да нету Я покупаю, значит, елку и еду Вы бы видели его реакцию, как ребенок Как ребенок Он был такой счастливый От того, что я это сделал Для него Ефремов даже на склоне его лет Продолжали досаждать пылкие поклонницы Иногда в порыве страсти Они переходили все границы Была у него домработница Но даже об этом не будем говорить Она что-то у него было с головой Она вдруг решила, что она практически его жена Начала с него что-то там требовать Кто к нему ходит Кто к нему не ходит В последние годы с Ефремовым рядом было только три женщины Дочь Анастасия Верная театральная помощница Татьяна Бронзова И бывшая любовница Людмила Максакова На этих кадрах тяжело больной Ефремов В последние годы своей жизни Врачи поставили ему диагноз имфизема легких Но Олег не мог сидеть дома С кислородным баллоном, с трубочками из носа Он ходил на репетиции и даже играл в спектаклях Живая власть для черни ненавистна Они любить умеют только мертвых У него не было сил Настолько он плохо дышал Там легкие, они же как меха работают Так вот они развалились Эти легкие просто распались И поэтому дыхание вот не происходит И я ему помогала У него не было сил ложку поднести, суп поесть Я вот его кормила Им тоже приписывали роман Таню называли последней музой Ефремова Но она всегда любила своего мужа актера Бориса Щербакова И при этом буквально не отходила от Ефремова Татьяна Первой заметила, что у великого режиссера Начались серьезные проблемы со здоровьем Я это просто заметила Что он берется вот, например, спускаться с лестницы Он кладет руку на поручень И как бы первую ступеньку как бы нащупывает А потом пошел, да? И я ему об этом спросила И вот он сознался Что он все плохо и плохо видит У него глаз один совсем почти не видит А второй тоже так не очень хорошо На Пасху 2000 года Ефремов неожиданно пригласил в гости всю свою семью Дочь Настя, сын Михаил, внуки, бывшая жена Это был первый в их жизни совместный обед Олег как будто понял, что на самом деле могло стать для него по-настоящему ценным Семья Я помню, я готовила какую-то огромную рыбу в духовке Большую И у меня был пленочный телефон, аппаратик И вот они все на него налезли Мы их фотографировали Была светлая такая хорошая Пасха И он хорошо себя чувствовал И смотрю, у меня там еще три кадра осталось И я думаю, ну я их досниму, эти три кадра, и потом И вдруг у меня бумс, как пружина выскакивает, эта заслонка И выскакивает пленка, я такого никогда не видела Вся пленка, как бы вот разматывается, и вся засвечивается И ничего не осталось Что это такое? И через три дня его не стало В тот день, 24 мая 2000 года, Олег должен был идти на спектакль В пять вечера за ним в квартиру на Тверской зашла помощница Татьяна Она и обнаружила бездыханного Ефремова На полу лежала пьеса Бернарда Шоу Дом, где разбиваются сердца Я не помню, как я доехала Я помню, что я влетела, я кинулась смотреть на руки Вот эта мысль, что задохнулся И тогда, наверное, должны быть они скрючены Я боялась Ну нет, он же умер от эмболии Это вообще прекрасная такая смерть И совершенно спокойное лицо Абсолютно спокойные вот эти волшебные руки На похороны Олега Ефремова, казалось, собралась вся Москва Вместе с ним уходила целая эпоха И помню, как вдруг стали когда заколачивать гроб Я раньше никогда этого не понимала Что вот когда я услышала первый вот этот стул Я заорала, что это был за крик Мне потом так стыдно стало Что это был за крик, я даже не знаю Перед смертью Олег Ефремов признался дочке Какую из своих многочисленных женщин Он продолжал любить всю жизнь Ага, Нине, он мне сказал Я всегда любил Нине Да Ефремов и Дорошина не виделись много лет Ей было уже 50 лет, когда она устала его ждать И вышла замуж Из особой любви или страсти Просто, чтобы не быть одинокой Родить детей Нина не смогла О просьбе отца Настя позвонила Дорошиной Передала, что он хочет встретиться Но состоялась ли та последняя встреча Неизвестно Только перед своей смертью актриса призналась Она тоже всю жизнь любила одного мужчину Олега Ефремова Судьба его многочисленных женщин сложилась по-разному Но почти каждая осталась одинокой Так и не найдя ему замену Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова